В этом году лыжная гонка посвящается 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На официальном сайте Лыжней России значится, что ежегодное спортивное событие поддерживается федеральной программой «Спорт. Норма жизни» и национальным проектом «Демография», инициированными президентом Владимиром Путиным. Сегодня у нас на станции «Тайга» проходит всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Сегодня мы проводим региональный этап. На территории Тувы участвуют более 300 участников от самых младших и до самых взрослых возрастов на разные дистанции. Как показывает мониторинг, число участников забега из года в год увеличивается. Некоторые приходят с детьми, которые участвуют на отдельной дистанции на 3 километра. Я лыжами начал заниматься с 5 класса. Частенько стараюсь по выходным бегать, увлекаюсь. И к этому еще дочку приучили, поэтому она занимается. В последнее время действительно в республике у нас лыжный спорт очень резко поднялась в хорошую сторону. В последнее время у нас в очень хорошем состоянии лыжная трасса. Ратрак появился, поэтому трасса у нас отличная. Ну и людей побольше стало. Люди очень, да, побольше лыжами начали заниматься, увлекаться спортом. Именно лыжным спортом. Сами видите, здесь очень много народа. Владимир Константинович не пропускает ни одну лыжню. 75 лет своей жизни регулярно катается на лыжах. Сейчас этому бодруму ветерану спорта 85 лет. Я моложе на один день Высоцкого, говорит спортсмен. Де Юра и де Факто он самый старший участник этого мероприятия. Бывший страшный матрос, ныне страшный лейтенант-инженер в запасе. Чем Вы занимались в молодости, расскажите? В молодости? Ой, школа была. Первый класс 4 километра туда и обратно. Пятый, седьмой 12 туда и обратно. А десятый 25 туда и обратно. Вот оттуда, видимо, все это. И закалка, и, как говорится, из пятой и седьмой уже на лыжах бегали. Катались с крутых горок страшно. Приехали на станцию Тайга и работники трудовых коллективов. Например, лесники-хозяйственники, чья служба напрямую связана с местом, где проходят зимние гонки. Мы с коллективом Министерства лесного хозяйства и перед пользой нашей республики активно принимаем участие всегда. Сегодня нас тут 5 человек, включая ветерана лесного хозяйства Олег Барченко-Райч. Мы, можно сказать, с ним здесь в руководстве. Он тут же катается сейчас. Готовимся к старту. Вся инфраструктура станции, где ежегодно зимой проводится массовый спорт, за последние годы заметно улучшилась. Прогресс стал возможен благодаря ИПСЭР, региональные программы развития, в рампе которого для удобства спортсменов и любителей благоустроили территорию тайги. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, при поддержке правительства республики, непосредственно по инициативе главы республики Владислава Тарставича, у нас полностью преобразилась станция тайга. То есть это горнолыжные части. У нас появился спуск горнолыжный, появились вывели подъемники для спуска на ватрушках, обустроилась шаштышная зона отдельная, ну а также, конечно, на этой части у нас появилось теплое кафе с теплым прокатом и все условия созданы. Что касается части беговых лыж, у нас тоже преобразилась полностью трасса самобеговая, то есть она асфальтирована, то есть мы можем уже круглогодично кататься зимой на лыжах, а летом на роли-дромах. То есть также произведено освещение трассы и появилась новая прокатная зона с теплыми развивалками удобными, ну и, конечно же, кафе удобное. В принципе, все условия для занятий спортом для нашей населения республики, города, они созданы. По данным Минспорта Тувы, лыжный сезон сейчас в самом разгаре, да и погода располагает. А одна из самых больших лыжных гонок Тувы – снежный барс, куда съезжаются спортсмены из соседних регионов, пройдет в марте здесь же. АРС Мангуш, Владимир Суртук, Ангар Кужигет, телеканал Тува-24.